Евангелие от Иоанна Пилат сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат, «Сеть человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски — Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски — Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было, «И Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский!» Но что он говорил? «Я царь иудейский». Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Да сбудется сказанное в Писании, «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисусу стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику, «Се мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедши к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевши, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит «возряд на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литров около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили и Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Продолжение следует...